К нашему эфиру подключается Андрей Козырев, первый министр иностранных дел Российской Федерации еще в 90-е годы. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Рады вас слышать. И на самом деле вопросов к вам масса, потому что то, что сейчас происходит с Россией, в общем, наверное, беспрецедентно, во всяком случае, в новейшей истории. Есть ли глобальный вопрос, как вам кажется, то, что Россия замыкается в себе и рвет отношения с другими странами, и всячески отказывается сотрудничать с Европой, США, к чему это ее ведет? И возможно ли из этого выруливать каким-то образом, дипломатическим путем, возможно, уже после завершения войны? Есть ли у России шансы снова быть частью мирового сообщества? Ну, чтобы ответить на все эти вопросы, я думаю, надо просто сказать, что Россия и Кремль сейчас, то есть режим кремлевский, это две разные вещи. Конечно, это просто против интересов России, и в этом я вижу преступление, то, что Россию сейчас пытаются выключить из мирового сообщества. Это происходит уже давно и постепенно, но сейчас это набрало какую-то немыслимую скорость, немыслимую силу, особенно с учетом вот этой кровавой агрессии в Украине, которую мир, естественно, не признает и отвергает, и Россия превращается в изгое. Но для режима это, наверное, логичное поведение, потому что этот режим несовместим с окружающим миром, и в особенности, конечно, с тем миром, который окружает Россию на Западе, то есть Европой. А это те самые страны, с которыми Россия была бы важна в интересах России, находиться в самых лучших отношениях, потому что именно такова культура европейская России, и именно с этими странами можно вести и торговые, экономические, финансовые отношения, как мы и хотели, и открывали для этого все двери. Потому что это значит модернизация и будущее, развитие России. Но для режима это как мяч острый, понимаете, это совершенно противоположный интересы режима, потому что открытая политика по отношению к Европе, которая демократическая Европа, более или менее, но все равно это демократические страны, это союз демократических стран. Для них это смерти подобно, потому что тогда всем становится совершенно ясно, что король-то голый, то есть они больше всего боятся, что россияне скажут, что позвольте, а почему мы так не живем, как живут наши братья, можно сказать, по культуре. И особенно, конечно, всегда бесивы, и сейчас это и объяснение, войны в Украине. Война в Украине это не столько даже имперский проект, сколько проект остановить приближение, то есть создать какой-то кордон безопасности для режима вокруг России, то есть санитарный кордон от проникновения демократических ценностей и так далее. Потому что если позволить Украине, что, конечно, в ближайшее время произойдет, обрести полную независимость и начать присоединяться к западным институтам, это значит, что россияне, которые действительно многие и вполне законно рассматривают украинцев как братьев, как я, например, но это не значит, что брат должен жить с тобой к тебе в подчинении или с тобой в одной квартире и так далее. Брат может выбирать свою независимость, свою семью и так далее, так и с народами. Но это, конечно, близкий народ. И если он станет демократическим и будет процветающей Украиной еще больше, чем она была, то россияне, конечно, рано или поздно начнут то, что называется, чесать репу и говорить, позвольте, а мы-то что? Мы-то чем не такие? Значит, поэтому интересы режима, интересы России абсолютно противоположны. И то, что для России это чудовищно выкручится из окружающего мира, особенно из цивилизованного, из демократического мира, то для режима это просто подушка безопасности, это тот кислород, которым этот режим дышит. Андрей, на самом деле вот вся эта война и вообще основной дискурс, наверное, на российском государственном телевидении, это такой дискурс о том, что все хотят Россию уничтожить, что вокруг России огромное количество угроз, буквально повсюду, со всех сторон, все хотят то, на Россию напасть, в общем, всем невыгодно, чтобы она была процветающей, богатой и так далее. Но, как мы знаем, не все то угроза, что в качестве угрозы маркируется, или декларируется в качестве угрозы. Что бы вы могли сказать тем россиянам, которые верят в то, что действительно Россию все хотят уничтожить, в частности Европа, Соединенные Штаты и даже Украина, которая якобы собиралась на Россию напасть, не день, так два? Ну, напасть на Россию никто не собирается, абсолютно. И сейчас, даже несмотря на войну, и Украина не собирается переходить границу России. Украина хочет только освободить свои территории, которые ей принадлежат, по международному праву, и на которых они жили, в общем, очень неплохо до сих пор. И собирались жить еще лучше, вступив в Европейский Союз, НАТО постепенно и так далее. Но, опять-таки, ответ только один. Да, для Кремля все это угроза. Для России нет. Но Кремль, конечно, вот я говорю, я живу на Западе долгое время уже, и вообще путешествовал, и раньше путешествовал, и министром был, и дипломатом был в разных странах. Я нигде, никогда, ни в советское время, ни в постсоветское время не встречался с русофобами. Я не видел русофобов. Я вот знаю, да, я вижу даже вот в Америке, что есть, например, антисемиты. Они иногда проводят демонстрации. Это было отчислено, это какие-то сумасшедшие и так далее. Но все равно они есть. Есть даже неофашисты. И они есть практически в любой стране. Это как какая-то болезнь, что ли. Есть больные люди. Но они есть. Но русофобов я никогда не видел вообще. И никогда не сталкивался ни в своей жизни, ни где. Никто никогда мне не говорил, о, ты русский, это ужасно. Наоборот, мы всегда говорили, о, русский, ну, это замечательно. Там Гагарин, мне так вспоминают обычно. Андрей, скажите, пожалуйста, тут еще такой вопрос. Это вот русофобия, это Кремля. То, что они пытаются русским людям, россиянам сказать, что нас все ненавидят. С какой стати? Вот это и есть русофобия. Люди, которые верят, что их ненавидят, это и есть русофобия. Андрей, скажите, пожалуйста, вот вы обращались к российским дипломатам, чтобы они высказывали свой протест еще три месяца назад. Вот сейчас появился господин Бондарев, который уволился. У меня тут сразу несколько вопросов. Почему, во-первых, только сейчас? И почему только один Бондарев это публично сделал? Ну, он говорил о том, что были люди, которые не публично уволились. Это первое. И, во-вторых, кто вообще тогда задает повестку дня российскому МИДу? Кого они слушают? То есть они сами вольны генерировать вот эти свои месседжи? Или у них есть методичка какая-то, по которой они сейчас работают? Как это выглядит? Нет, абсолютно никогда. Не сейчас никогда. Дипломаты не могут работать сами. Просто говорить то, что им приходит в голову. Они могут как-то пытаться смоделировать то, что они говорят. Говорить умнее, говорить глупее. Ну, вот вы сейчас показываете, можно говорить по-хамски. Это все можно. Но то, что называется месседж, то есть основное послание, основная идея того, что дипломат говорит, это, ну, извините, как попугай. Я сам был дипломатом. И ты говоришь то, что тебе говорит Москва. Ну, когда я был министром, я в значительной степени имел возможность влиять на то, что говорила Москва другим дипломатам. И я сам говорил. Но все равно дипломат говорит то, что говорит правительство или хочет сказать правительство. Это неизбежная ситуация. Так же, как военные, они выполняют приказ. Можно выполнять зверски, можно выполнять кроваво, можно выполнять мнение зверски, соблюдая какие-то правила, там, Женевскую конвенцию, чего сейчас российские войска не соблюдают. Но в любом случае это выполнение приказов. Поэтому, но это не значит, что ты должен беспрерывно, и особенно в таких условиях, как сейчас, выполнять преступные приказы. Дипломаты, как и военные, должны защищать все-таки в основном интересы своей страны, а не режима. И если режим окончательно порвался с интересами страны и проводят преступную политику, вот тогда я и обратился к российским дипломатам с призывом уйти в отставку. Они не могут говорить не то, что говорит Кремль. Но они могут не говорить это, уйдя в отставку, то есть не участвуя в этом преступлении. Вот господин Бондарев поступил еще лучше. Он не только отказался, но, может быть, поздно, но лучше поздно, чем никогда. Но он и сделал заявление, с которым я полностью согласен, например. И он действительно объяснил, почему и так далее. Да, и он имеет на это полное право. Он никакой не предатель. Когда они говорят, что он там перешел на другую сторону, нет, он перешел на сторону России. Потому что то, что он говорит, это правда. Это преступление, вот эта война, это преступление против России. Ну, конечно, против Украины. И вот тут такой вопрос. Российская дипломатия, на самом деле, вот я уверен, то, что до начала этой крупномасштабной войны против Украины, в принципе, показывала свои, ну, можно сказать, лучшие качества. Потому что, на самом деле, с 2007 года российская дипломатическая школа последовательно обувала всех вот очень-очень здорово. То есть, я думаю, то, что продолжила бы обувать. Потому что то, что мы видели и Грузия, и Крым, и все остальное, как это было воспринято, как это было подано, это все работало. Кто эту систему сломал? На самом ли деле это вот просто дуболомное решение Путина про прямую военную агрессию поломали все то, что сделала до этого российская дипломатия? Хоть понятное дело, она делала то, что многим, в том числе и мне, не нравилось. Да, но я не согласен с тем, что она всех обувала. На Западе росло понимание, недовольство. И, если вы помните, Меркель там говорила, что захват Крыма, аннексия Крыма – это преступление, она такие слова использовала. То есть, нельзя сказать, что удавалось обмануть. Но, да, удавалось российской дипломате, в частности, вот моему бывшему заместителю, который был когда-то талантливым просто дипломатом, поэтому я его сделал своим заместителем, и в ООН его направлял быть представителем. Да, они как-то смягчали это, они старались придать этому всему хоть какое-то объяснение и так далее. В этом смысле, конечно, вот эта прямая, варварская агрессия против Украины, которая нарушает вообще все нормы международного права, и которую уже никак нельзя ни объяснить, ни смягчить, ничего. Вот это, конечно, тот рубеж. Я уехал сам из страны 12 лет назад, и здесь публиковал статьи там против режима и так далее. Но я не призывал российских дипломатов уйти в отставку, потому что, ну, как бы не было вот критической массы вот этого преступления. Не было понятно, что к чему-то такому идет дело. Но, то есть все хуже и хуже становится. Но, да, это переполнило чашу терпения, и поэтому до этого водились относительно слабые санкции. Сейчас вводятся все более и более мощные санкции. До этого Запад, например, там Америка даже отказывалась поставлять Украине вообще вооружение. Потом стали поставлять очень осторожно оборонительные какие-то системы. Теперь поставляют тяжелые вооружения, потому что ситуация достигла вот этого критического рубежа. Это всегда и все так бывает. Что-то развивается, но каждый сидит, надеется. Может быть, и дипломаты надеялись. Но сейчас уже о дальнейшем участии в этих преступлениях, соучастию, будучи дипломатом, например, или журналистом, или военным, это уже недопустимо. Это уже соучастие в преступлениях. И вот у меня финальный вопрос на этом фоне, довольно короткий. С одной стороны, по-вашему, реально российские дипломаты верят в эту пропаганду, которую сейчас ведет Российская Федерация? Потому что образованные же люди, как они могут верить условному Дугину и вот этой доктрине? И с другой стороны, как они, опять же, образованные же люди, воспринимают эту, я не знаю, гопническую риторику, которую ведет их высшее руководство? И вы вообще могли себе представить то, что до такой риторики, которую мы видели перед началом крупномасштабной фазы войны и вот, которую мы видим сейчас, могло скатиться все это руководство российской дипломатией, в том числе и ваши бывшие коллеги? Вы знаете, относительно риторики, если начать с конца, то тут есть своя закономерность. Я тоже думал об этом. Ну вот смотрите, бандитские всякие там организованные преступные группировки и так далее, люди, которые в тюрьме там сидят, они вырабатывают свой тюремный вагерный сленг такой, да, то есть они в значительной степени говорят не на том языке, на котором вот мы с вами сейчас разговариваем, мы все знаем. Ну, кроме мата, конечно, который более распространенный, но есть бандитский такой воровской сленг. И это не случайно, потому что они находятся в особой ситуации, они понимают, что они так же, как воры, и так же, конечно, дипломаты, они прекрасно понимают, что они находятся на преступной стороне. И, наверное, поэтому у них и это отражается в языке, то есть они начинают говорить таким языком, но это полбиты. Вот в чем я с вами абсолютно согласен, что если, например, многие россияне, которые смотрят телевизор, не умеют пользоваться интернетом или не имеют времени для этого, к ним другая оценка, с них, как говорится, другой спрос, потому что они могут действительно не знать, они действительно могут не понимать, что происходит. Но дипломаты, люди хорошо подготовленные, знающие иностранные языки и находящиеся там, и имеющие возможности даже обязанности, это одна из обязанностей, кстати, дипломата, следить за прессой, следить за настроениями в стране пребывания. Они никак не могут сказать, что «а я не знал, а я не знаю». И вот об этом я бы советовал им тоже подумать. Они и детям своим не смогут сказать «а знаете, я смотрел советское телевидение, и я просто не знал, что там происходит». Они это вот знают, и это чудовищно, это большая ответственность на их совести. Как они будут смотреть в глаза своим детям, я не знаю. Спасибо большое, Андрей. Вот действительно, это очень важный вопрос, как вообще после такого смотреть в глаза своим детям и будущим поколениям. С нами на связи был Андрей Козырев, первый министр иностранных дел Российской Федерации, и вот мы как раз обсудили этот важный вопрос. Мне кажется, что действительно вот сейчас вот это положение, в котором российская дипломатия оказалась, довольно интересно, потому что, будучи представителями такой вот особой школы дипломатии, да, которой они всегда гордились, Горчаков там и все остальное, теперь транслировать вот такое, ну, как-то не очень имиджево даже хорошо.